...защищенная кандидатская степень по психологии одоленности, потому что действительно с детства, ну по крайней мере с 7 лет, для меня самым интересным, самым важным вопросом был такой. Вот почему одни люди проживают свою жизнь и оставляют след? Они пишут симфонии, открывают новые земли, жизнь меняется к лучшему от того, что жили они. А другие люди проживают свою жизнь, и мы не помним их имен. И я очень быстро поняла, что дело не в том, что кому-то даны способности, кому-то и нет. Или у кого-то высокий, а у кого-то низкий. Это не так. И эта тема была для меня очень интересной. Но в тот момент получилось так, что я писала очень много статей для журнала «Профиль», и каждую неделю я писала статью на заданную тему. Темы были очень разные. И мне нужно было не просто написать статью, а дать некую психологическую трактовку того, что стоит за тем или иным явлением. И очередная статья была, на первый взгляд, довольно простой. Чем человек, который работает по найму, отличается от предпринимателя? Я бы даже сказала так. «Кому лучше быть предпринимателем, а кому все-таки стоит работать по найму?» Потому что один может быть очень хорошим наивным сотрудником, а другой прекрасным предпринимателем. И я, когда писала статью, я стала понимать, что очень многие вопросы, которые были интересны мне, вопросы, связанные с человеческой отдаленностью, вопросы, связанные с тем, кто является творцем на самом деле и оставляет в истории след, они очень сильно связаны с предпринимательской позицией. Я тогда предпринимателем не была. Я тогда была руководителем федерального проекта. И эта тема, я написала хорошую статью, она получила признание, тема номера была вынесена на обложку, но для меня вопрос остался таким приоткрытым. Вы знаете, жизнь тогда у меня была очень интенсивной, и остановиться, долго думать на эту тему я не смогла. Я пошла дальше, и в моей жизни случались очень многие изменения. Я была вынуждена уйти из проекта, потому что мне нужно было идти работать в бизнес. Как уже сказали, становиться и мамой, и папой, потому что я осталась с детьми одна. Поработав в бизнес, я очень быстро основалась в свой, и стала тем самым предпринимателем, и стала заниматься бизнес-консалтингом. Я получила третье образование. В 2008 году, во время кризиса, когда услуги консалтинг-гостарения очень востребованы, я основала еще один бизнес, это сеть кафе здоровой еды, и стала развивать ее, потому что ценности здорового, здорового образа жизни были для меня очень важны. Росли дети, но тема одаренности, тема предпринимательства все время была рядом. Она уже стала частью моей жизни. И я продолжала для себя, консультируя людей, которые достигли многого, которые состоялись как предприниматели, сама становясь предпринимателем, отвечать себе на какие-то вопросы, о том, что же позволяет нам быть успешными, и еще точнее, что позволяет нам быть успешными предпринимателями, и кто такие предприниматели вообще, чем отличаются от обученных людей. И эта тема, она была со мной. В 45 лет я, читая постоянно что-то, связанное с высокими достижениями людей в разных сферах, прочитала такую книжку, что, оказывается, не только в науке, в предпринимательстве, в искусстве бывают великие достижения, что, оказывается, они бывают и в спорте. Но в 45 лет уже имеют три образования, два бизнеса, четверо детей, и вообще не делают зарядку. Я была совсем не спортивной, и поэтому, когда я прочитала, что есть гонки на выносливости Ironman, это гонки, где нужно 4 километра плыть в открытой воде, я не умела плавать. Потом 180 километров ехать на велосипеде, я не умела ездить на велосипеде, я садилась и падала. Но потом 42, держатся, и все это подряд. И опять, я, прочитав эту книжку, решила, если ты красавица, что ты уже понимаешь в том, как достигать амбициозных целей, давай, хороший повод, вот это не умеешь совсем. И если ты что-то понимаешь вообще, как это устроено, значит, это сможешь сделать. Это очень интересно. И действительно, я себе поставила такую цель. И это было нереально сложно, какие-то отдельные истории, наверное, из этого буду рассказывать. Но здесь слово триатлон можно заменить любым другим словом. Любым другим словом, который подходит под слово амбициозная цель. Действительно, через 9 месяцев я прошла первую гонку Ironman. А через 3 года я стояла на подиуме одной из самых сложных гонок. А в прошлом году я прочитывалась на чемпионат мира. И в этом году я поеду в Южную Африку, где будет проходить чемпионат мира. Мне 50. Через неделю я буду участвовать в гонках специальной амбициозной 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 амбициозной. Это был невероятно интересный опыт. Вы знаете, когда я изучала одаренность, я понимала, что вроде бы я что-то понимаю. Когда я строила свои бизнесы, я тоже понимала, что я Стена Плюс уже не боксером-теоретиком. Но когда я сделала это, я поняла, да, я точно знаю, как это делается. И я написала книгу «Транзитная зона». Это очень интересное место, мы сегодня будем про это немного говорить. Транзитная зона в Триатлоне. Это такое место, когда ты выбежал из воды, ты вбегаешь в транзитную зону. Ты снимаешь гидрокостюм, переодеваешься, там можно делать все очень четко, практически как сборка-разборка автомата Калашникова. Взять, повесить, положить в мешок, найти другой мешок с вело-вещами, найти велосипед в транзитке, где стоит еще 5000 велосипедов, переодеться, надеть шлем, застегнуть, если ты дотронулся до велосипеда, не застегнуть шлем, это дисквалификация и так далее. И с этим велосипедом выбежать. То есть это такая зона, ты там уже не пловец, но ты еще не велосипедист. И когда ты проехал свои 180 километров вело, и так у него и не ходят, а нужно 42 бежать, ты тоже вбегаешь в транзитную зону, где ты уже не велосипедист, но ты еще не бегун. Там происходит трансформация. И для меня это понятие, транзитные зоны, как зоны трансформации из одного состояния в другое, было очень важно. И все мы, если мы хотим стать кем-то, кем мы еще не были, мы через такую зону проходим. И там происходят очень интересные вещи. Поэтому я написала книгу именно с названием «Транзитная зона», которая с одной стороны взята из триаплона, а с другой стороны это чисто психологическое понятие того участка в нашей жизни, того этапа в нашей жизни, когда происходит трансформация из одной ипостаси в другую. А это для меня всегда было очень интересно. Ну, кроме того, что я построила бизнес, кроме того, что я действительно достигла в триатлоне результатов, я не знаю, на месте, я сейчас немножко вернусь к теме трансформации, но я довольно быстро поняла, что мое призвание, связанное с тем, что я помогаю людям и бизнесам достигать амбициозных целей, и делаю это очень часто через слово, это намного важнее, чем просто управление поварами, кассирами и экспедиторами. И я не просто бизнесмен, который построил бизнес, я бизнесмен, который продал этот бизнес. Значит, я построила что-то хорошее. И это тоже важно так. И, продав этот бизнес, я снова вернулась в то, в чем, как мне кажется, заключается мое призвание. Я продолжаю писать книги, и месяц назад вышла книга, которая называется «Ты можешь больше?» «Практическое руководство по управлению изменениями в своей жизни». И вот, когда я писала эту книгу, я очень хорошо вспомнила себя 20 лет назад, когда я впервые просто для журнала писала статьи «А кто такой предприниматель и чем он отличается от обычного человека?» И я очень хорошо вспомнила себя 7-летнюю, которая думала, ну почему жизнь замечательных людей написана про Баха, написана про Эйнштейна, написана про Николу Теслу, про Колумба написана, но есть масса людей, которые, возможно, обладали тоже способностями. Но мы не знаем им имена, они не оставили историю никакого наследа. И в этой книге я как раз проанализировала, я, наконец, для себя сформулировала, благодаря своему профессиональному опыту, благодаря своему практическому опыту построения бизнесов, благодаря тому, что я в свою жизнь впустила триатлон и показала, что, вы знаете, я ведь побеждаю на гонках не только потому, что у меня 30 часов в неделю тренировок, а просто потому, что всегда есть два человека. Один идет по трассе, там умирает, естественно, а второй смотрит на эту идущую по трассе и говорит, что здесь происходит. Ну ты же умная, да? Смотри, что здесь происходит. Это происходит с любым человеком, и не взять, это называется триатлон, не взять, это называется марафон. И это можно называться как угодно. И если бы я не была психологом, который занимается всю жизнь вопросами высоких достижений, я бы никогда не квалифицировалась на чемпионат мира, в 45 лет не умея даже плавать, выбрав, а то профессионалов. Просто это нереально тяжело. Это очень тяжелые гонки. И мне кажется, то, что я могу дать вам сегодня, это именно вот это очень хорошее понимание не просто умения хорошо делать бизнес, а умения видеть со стороны себя как предпринимателя и понимать, я сейчас где нахожусь. Потому что если мы видим себя со стороны и четко понимаем точку, в которой мы находимся, и все закономерности, связанные с этой точкой, то мы можем быть намного эффективнее. И вы знаете, у меня есть такое определение, я хочу начать с того, чтобы им поделиться, определение того, что такое вообще психологический человек жив. Вот если бы я была врачом, и мне нужно было, где-то тело лежало, и мне нужно было бы определить, это вот тело, оно живое, врачу просто. Он пульс пощупает, он может приложить зеркальце и посмотреть, есть ли дыхание, ну, рефлексы какие-то проверить, я не врач. Но вот этот вопрос, жив ли человек психологически, могут быть рефлексы, сердце стучит исправно, человек завтракает до беды, дружины, он испытывает какие-то эмоции, он ходит на работу. Но для меня он труп. И у меня появилось очень четкое понимание, что такое психологический человек не труп. Потому что я встречаю людей, которых не видела давно. Они говорят, за последние 20 лет, я говорю, минутку, ты не прожил 20 лет, ты прожил один год 20 раз. Ты для меня труп. И у меня появилось очень четкое определение, что такое живой человек, психологически живой. И это очень тесно связано с темой предпринимательства, и с темой одаренности, и с темой выдающихся достижений. И первый критерий, он очень простой. Когда ты последний раз делал то, что ты никогда не делал? Это важный вопрос. Я веду тренинги для тубмейнджеров, и я иногда вижу продакционную вещь. Я спрашиваю людей, какие у вас цели? И люди говорят, я хочу раз, два, три, четыре, пять. Я говорю, здорово. Вот эти цели, это новые цели? Ведь очень редко бывает так, я хорошо солю огурцы, у меня есть цель засолить 100 банок хороших огурцов. Редко люди там думают. Обычно, если он солит хорошо огурцов, он к Лантику хочет переплыть, ну, например. И люди мне говорят, да, это цели новые. Я говорю, а когда ты последний раз делал что-то в первый раз? И человек говорит, в этом году со мной этого не было, в прошлом, по-моему, тоже. Я говорю, ты там не окажешься. Как ты окажешься там, в новом? Если ты каждый день делаешь, то, что ты делаешь всегда. Как минимум, нужно начать на постоянной основе делать что-то новое. А это сложно. Почему? И тут старый критерий. Когда мы начинаем делать что-то новое, мы испытываем очень определенные чувства. И тот, кто говорит, что это азарт или радость, он немножко врет. Азарт и радость появляются, но не в этом месте. В этом месте появляется страна. Потому что, если мы это никогда не делали, допустим, вы никогда не варили борщ, вам выдали набор, там, свекла, морковь, картошка, фасоль, какова вероятность, что имея даже хорошую инструкцию и видеосъемку в ютюбе, вы с первого раза сварите хороший борщ. Она крайне низкая. Вы сварите плохой борщ. Второй раз вы тоже, скорее всего, сварите плохой борщ. И вы изведете много свеклы и моркови до того момента, когда ваших борщ можно будет есть. И еще больше того, когда это можно будет признать кулинарным искусством. Речь идет о борще. Мы лет по себе ставим цель про борщ. Мы обычно хотим чего-то больше, чем просто хорошо варить борщи. Поэтому второй замечательный вопрос про то, психологически жив человек или нет. «Ты когда последний раз боялся?» Не темноты, а боялся на самом деле. И если возвращаться к теме борща, то третий замечательный вопрос про жизнь звучит так. «Когда ты последний раз делал ошибку?» Потому что если ты делаешь новое, если ты идешь вперед, если ты жив, ты боишься, и ты совершаешь ошибки. Потому что можно делать новое так, что ошибок нет. Я всегда летал в Испанию, покупая тур в Тестуле. А теперь я на букинге отдельно забронировал отель и отдельно у аэрофлота купил билеты. Я сделал новое. Но тогда не будет двух остальных критерий. По мне будет страшно. Да? И вряд ли это будет ошибка. По сути, это не новое. И вот когда мы говорим об этом не новом, есть еще очень одна важная вещь, про которую тоже хочу сказать. Понимаете, и это тоже глобальная разница между предпринимателем и всеми остальными. Настоящим предпринимателем. Который предприниматель не потому, что вот он предприниматель, и у него есть какие-то реквизиты как у предпринимателя. Он где-то зарегистрирован, платит налоги и воспроизводит бизнес-процесс. А потому что он предприниматель, по ролям. По своей сути. Ведь мотивы, которые нами движут, их очень четко. Я хороший специалист по мотивации. Я понимаю, мотивов много. Только в рабочей мотивации есть 27 причин, по которым человек с утра встает и идет на эту работу. 27. Рабочая мотивация. Но всю мотивацию человека можно поделить четко на две кучи. На две части. И первая часть мотивации, она звучит так. Мир, дай мне. Дай мне денег, статус. Дай мне там красивую обувь, новую машину, квартиру, путешествия. Дай мне. И это нормально. Да, жажда наживы движет в себе, и осуждать мы ее не будем. Это абсолютно нормально. Но зачастую она доминирует. А это коварная мотивация. Знаете почему? Как только мы говорим мир, дай мне. И мы это получаем. Мы даже готовы много работать. И отдавать свое время и компетенции здесь. Но как только мы получили то, что мы хотели от мира, пусть в обмен на наши нереальные вообще усилия, для нас это переставит быть ценным. Сколько вас времени радует новую туфлю? Новую туфлю. Сколько радует? Ну да, пока не обувь практически. Новая машина чуть-чуть подольше туфель. Да? Новая квартира тоже может радовать, но потом мы пришли к другу, а мы с консьержкой. Все. Есть замечательные негуты, я его очень люблю. Мужик приходит в магазин и говорит, я вчера у вас купил елочные игрушки, я вам хочу вернуть, потому что они оказались бракованными. Он говорит, ну как, они разбиты? Он говорит, нет, но они не горят, они горят. Может, они не мигают, отлично мигают. А в чем дело? Они не радуют. В детстве игрушка радовалась, а сейчас нет. Инфляция удовольствия произошла. И вот это главное слово. Все мотивы потребительской тенденции, все мотивы мир дай мне моментально испытывают инфляцию удовольствия, как только мы их удовлетворили. Как только мы что-то от мира получили, произошла инфляция удовольствия. Очень хорошее слово. Оно научное. Но это тот редкий случай, когда научное слово говорит о многом. Все, не радует. Вторая группа мотивов интереснее. Мир возьми. Я хочу тебе дать. Я хочу произвести что-то в этом мире. Я хочу в этом мире стать психологически предпринимателем. Кто такой предприниматель? Это творец. Это человек, который создает. Создает свою компанию. Создает рабочие места. Создает бизнес-процессы. Создает приводитель с клиентами. Он созидает. Он отдает. Это направлено наружу. И если мы предприниматели психологически, они просто денег заработать пришли. Тогда возникает совершенно противоположное вид. Чем больше мы отдаем, чем больше мы созидаем, чем больше мы стремимся в этот мир принести что-то новое, чем больше мы хотим его улучшить. Любыми способами, тем больше у нас радости. А главное, больше смысла. мы сегодня будем говорить о смысле еще, но это очень важно, потому что как только мы начинаем эксплуатировать этот мотив производительной тенденции, отдаваться, стараться что-то сделать для людей, которые рядом, для этого мира, стараться что-то сделать для того дела, которым мы занимаемся. Чем больше мы делаем, тем больше возникает радости, больше возникает смысла. А это главное. И вы знаете, когда я хотела стать психологом, я не просто хотела понять, с чем люди, которые чего-то достигают и получают от всех остальных. Мне очень хотелось мне такую профессию волшебницы, которая помогает людям жить более осмысленной и более радостной жизнью, более полной по смыслу и более полной по мотивации. И я сейчас, наверное, остановлюсь именно на этих шести этапах через которые проходит любой человек, который находится на том пути, который мы обозначили. На пути, когда мы стараемся реализовать себя, на пути, когда мы на постоянной основе делаем что-то новое, на пути, когда мы хотим достигнуть большего, на пути предпринимательства есть шесть этапов. И каждый из вас сейчас находится на одном из них. и этот цикл, если мы предприниматели на самом деле, не по горочке, которая написана, то эти циклы все время повторяются, и если мы знаем, как проходить через каждые из шести этапов, мы становимся намного сильнее, мы имеем возможность достичь не просто хороших результатов, а выдающихся. Итак, с чего все начинается? Первый этап какой? Живет человек, живет, работает, работает, друг говорит, вот то, что у меня сейчас есть, вот та жизнь, в которой я живу, меня больше не сильно не устраивает. Иногда не устраиваю себя я сам, но я хочу чего-то больше, я другого хочу, я хочу чего-то того, что сейчас нету, мне туда. Прекрасный посыл, его испытывают почти все, пишут записки с нового года, я начну худеть, бегать, я открою свой бизнес, и даже тот бизнес, который есть, я начну разгревать как подорванный, но потом приходит новый год, понедельник и так далее, ничего не происходит. Почему? Вопрос важный, и вы знаете он в чем? Ведь когда мы себе ставим прекрасную цель и говорим я хочу большего и я смогу и мне туда, мы тоже начинаем испытывать очень определенные чувства и если оно было бы однозначно позитивно, мы бы давно все там были. Но нет, мы начинаем испытывать очень важное чувство, которое называется неуверенность, сомнение. Почему? Ну я же там еще не был, а вдруг не получится. Вот я сейчас вбухаю кучу времени, сил, денег, мои дети будут недосмыло, примерно хватает троек, муж не получит вовремя ужина, жена не получит должного внимания, я всего себя направлю туда, а где городи? А вдруг я не получу, и я вернусь с такой медалью самый главный лузер на свете? Надо все продумать говорим на себе. И мы начинаем заполнять матрицы расстановкой приоритетов, рассчитывать деньги, собирать информацию, чтобы принять взвешенное решение. Мы начинаем смотреть, а у кого-то ведь так уже было, может быть есть модель, и мы все можем сделать по модели с четкой гарантией, что получится, не бывает. В жизни нет гарантий. Возможности в жизни есть, а гарантий нет. Возможности есть, а гарантий нет. И это очень важная ловушка первого этапа. Очень важная ловушка. Когда мы говорим, я хочу больше, а вдруг не получится гарантий бы. В этот момент мы проигрываем. Если мы направляем усилия на расчеты, на поиск гарантий, получение полной информации, точно гарантирующей нам успех, мы проиграли. мы не двигаемся дальше. Я знаю массу людей, которые строят очень много моделей, вместо того, чтобы взять и начать действовать, на свой строгой риск. И вы предприниматели прекрасно понимаете, такое так не избежит. И это очень важно. Знаете, есть очень хороший пример в спорте, один пример я тоже приведу, кроме спорта. Я знаю многих невыдающихся спортсменов, которые обильно используют гаджеты. Нет, я тоже использую гаджеты. У меня есть хорошие часы, которые только на плавании показывают 22 параметра. У меня есть много программ, в которых я записываю свои результаты, и я смотрю их, чтобы понимать, когда я буду на пике форме, как мне лучше сейчас изменить свои тренировки. Их даже больше смотрит мой тренер, чем я. Я смотрю справочные. Но я никогда не буду подчинять полностью себя тому, что мне будет программа. Есть массовые людей, которые говорят, у меня сейчас программа посчитает и бред. Ну да, я делала позавчера тренировку. Это было 24 км бега по снежному лесу со сложным покрытием. Мне часы написали, да. Одных один день восемь часов. Ну они свихнулись. У меня уже вчера с утра стоял три часа велосипед бег на пульсе в пятой зоне. Это очень тяжело. Вот так вот. То есть это пульс 170. и ты три часа пашешь. Потом ты оттуда выползаешь и понимаешь, всего через два с половиной часа у тебя тяжелейшая полуторачасовая тренировка в противотоке, а тебе две статьи написать надо. Ну и ты делаешь эти тренировки и не потому, что так пишут часы, а потому, что есть тренер, который тебя знает, есть твой мезоцикл, и если ты выбрал тренера, ты ему доверяешь. И ты уже знаешь тоже себя, ты понимаешь, будут результаты. И ты это делаешь. Ну в крайнем случае ты говоришь тренеру по клаванию. Тренер, я чуть сегодня не умерла утром на трехчасовой тренировке. Он говорит, хорошо, мы кроме того, что тебя потренируем, мы же тебя немножко потянем дополнительно. И на ноги сегодня большой нагрузки давать не будем. Но все остальное взяла лопатки поши в противотоке. Если ты не пошишь, тебя выкинуло из этой ванны. Потому, что ты работаешь, у тебя идет очень сильный встречный поток воды, ты гребешь не в бассейне, где можно расслабиться. В бассейне это не тренировка, это купание. Вот. Да. Поэтому, конечно, если вы пытаетесь найти гарантии переложить ответственность на кого-то, на программу, на расчеты, на приортизацию, на чужой опыт, вы здесь застрянете. И я думаю, что даже самый лучший пример, это не примеры спорта. Это знаете, какой пример? Ведь все, что я сейчас рассказываю, если мы говорим, что путь героя есть, его придумали не мы с вами. Он существует в веках. Потому, что ту самую историю делали герои. И все, кто оставили след, они этими героями были. Давайте на них посмотрим. И вы знаете, прежде чем я написала книгу «Ты можешь больше», я изучила огромный материал, но уже не по психологии, а по историческому пути разных героев. Реальных героев, которые зафиксированы в истории, героев, которые стали скорее эбосом, Одиссей, героев, которые вообще стали сказочными. Потому, что если мы говорим, что каждый герой проходит вот этот путь, я хочу больше, а каждый герой в этой точке находится, и заканчивается это в точке «Я смог», у меня получилось, то это же все везде описано. И это уже было до нас. Давайте посмотрим в культу, давайте посмотрим в эпос, в историю, посмотрим в сказки, в мифы. И вы знаете, вот эта точка, она отлично иллюстрируется в русских народных сказках. Герой собрался в путь, и он пошел. Он тогда идет и думает, все будет хорошо, и тут он доходит до очень интересной точки, как она называется? Развилка, конечно. И на этой развилке народная мудрость говорит, сколько дорог? Три. А знаете, почему три? Мы не можем выбрать из трех. Психика устроена, мы можем выбрать из двух. Мы можем два объекта сравнить, мы не можем сравнить три. Почему нам смешно, когда мы слушаем миниатюры, сегодня большие, но по пять, сегодня, а вчера маленькие, но по три. Но если сегодня одни по три, маленькие, по пять и большие, есть деньги покупай большие, нет денег, покупай маленькие, что смешного? Но если они были вчера, мозг человека завернулся в трубу, он сравнить не может. Но почему заблудился в трех соснах? Никогда не сравнивайте три объекта. Сравните первый со вторым, первый с третьим, потом второй с третьим, кто буш трусиков наберет от главы. Мы не можем сравнить три, мы можем сравнить два. И поэтому сказка нам сразу говорит, а дорог три. А значит, он говорит, что любой выбор иррациональный. Любой выбор иррациональный. Вы не можете делать иррационального выбора. Три это иррациональное число. Даже если мы возьмем допустим православие, Бог Отец, Бог Сын, все понятно, Дух Святой кто такой. Очень много трактатов написано. Третье. Почему? Третье оно иррациональное, оно непонятное, его нельзя идентифицировать. И этому можно верить, это можно постичь эмоционально и душевно, но это нельзя познать головой. Это иррационально. Поэтому дорог три. Хорошо, разобрались, дорог три, и это некое послание нам из нашего прекрасного сказочного прошлого, когда вы делаете выбор и говорите я хочу большего, я сейчас сделаю выбор. Мы не можем его сделать на основе рациональной рассчитанной модели. Мы должны полагаться на интуицию, на веру, на уверенность, на смелость и про смелость. Знаете, я много работаю с людьми, я веду тренинги, я выступаю как спикер, и я коуч, и я была руководителем в своих бизнесах, и не только в своих. Я много вижу людей, и я много вижу успешных людей, и тем не менее, есть качества, которые я реже всего встречаю в людях. Знаете какое? Смелость. это очень редкое качество. Люди живут, хотят чего-то, но не осмеливаются. Они говорят, я бы, да, но вот. Иногда не осмеливаются сделать шаги в сторону своего призвания, иногда не осмеливаются в сторону своих мечт, иногда не осмеливаются даже жениться или выйти замуж, за счет которого любят, а выходят замуж или жениться на правилах. Смелость редкое качество. но оно очень нужно нам уже на первом этапе. Когда мы делаем выбор, начинаем движение, в сторону я хочу большего, но я сомневаюсь. Так вот, дороги три, что нам про дороги известно в сказке? Что потеряешь? Смотрите, вы правильно говорите, на каждой дороге класс, ты идешь направо, ты теряешь коня, ты идешь налево, ты теряешь себя, если ты идешь прямо, там даже классные слова, всем погибель будет. И это очень хорошо, почему? Мы как выбираем? Мы сейчас делаем это, почему? Тут плюсы есть, а вот это не сделаем, там есть минусы. А потом приходим, мы сделали неправильный выбор, там где были плюсы, оказались тоже минусы, а там где минусы были, там плюсы были, ой-ой-ой, я ошибся. Фигня это все. Ребята, если мы выбираем между хорошим и плохим, это не выбор, какой это выбор. Вот это хорошее, вот это плохое. Давайте я вас учу выбирать между хорошим и плохим. Это очень сложно понять, как между этим выбирать. Это фигня, такого не бывает. Выбор это между очень плохим и очень плохим. Выбирай. Нет, иногда бывает другое, конечно. Бывает выбор между очень важным и очень важным, и одна очень важная в вашей жизни не будет. Да, вы сегодня не останетесь дома с больным ребенком. Это важно-важно, очень важно, критически важно. Ну хорошо, вы останетесь дома с больным ребенком, но вы не пойдете и не сделаете что-то, например, на работе или в своем призвании. И вы тогда останетесь там папкой, мамкой, да, все здорово. Но ребенок скажет, я хочу учиться, я хочу там, я не знаю, какие-то вещи, я была хорошей мамой или папой, но я не смогла заработать на этой свиньи. Это тоже выбор, он тоже хороший. Ну ты объясни ребенку, тогда свой выбор, потому что ты можешь быть, я уважаю, если человек выбирает быть хорошим родителем, но это выбор, значит в этот момент он упускает какие-то другие возможности в то его месте. Я уважаю человека, который выбирает быть хорошим предпринимателем, но значит дети растут более автономны. Я уважаю этот выбор, если он выбор. и мы этот выбор делаем так же, как его делает герой. Герой стоит на развинке и понимает, честно понимает, любой выбор это выбор минуса, любой выбор это выбор потери. Нельзя быть предпринимателем и делать выборы хорошие, прозрев, что они хорошие, и ответ не плохие. Нет. Мы идем по этому пути, и там будут потери. И сказано он четко говорит, ты потеряешь наркогологию. Это честно. Есть очень интересная ситуация в этой сказке. На развилке случаются еще два важных момента. Момент первый. Там же есть ворон, и Иван обращается к ворону. А братья мои куда повернули? Ворон говорит, а братья твои назад поедут. Выбор не сделали. Не сделали? Хорошо. Они выбор не сделали, и они уехали. Но на самом деле там есть еще один символ, и он важнее развернувшихся братьев. Знаете, какой? Что там на развилке всегда у нас есть? Камень. Это очень важно. Кто такой камень? Что такое камень? Вот он не выбрал. Нет, он не выбрал. Он здесь стоял, долго думал, приоритизировал и стал камнем. Он окаменел. И я думаю, что это самый страшный символ этого дать камнем. Когда ты так долго думал, так долго думал, что ты упустил уже все возможности. Ты просто поменял. Но в сказке оживаю даже камнем. Будем надеяться, что из этой ситуации тоже можно выйти. это очень важная метафора. Да, если мы хотим большего, мы должны пережить очень острую неуверенность и начать действовать в ситуации высокой неопределенности. Мы должны пройти через развилку, должны сделать выбор, понимая, что любой наш выбор будет иметь не только плюсы, он будет иметь минусы, и многие из них непонятные. И тот, кто проходит первый этап, он огромный молодец, но еще впереди пять этапов. Итак, два. Мы начали двигаться, мы выбрали дорогу, где мы что-то потеряем, мы по ней начинаем двигаться, потухание филина, что мы испытываем? Страх, конечно, в страсти мы испытываем страх, очень знакомый и очень сильный и очень парализующий чувство, потому что парализующие действия страха испытываем на себе все. Прекрасная дорога предпринимается, сначала самоуверенность, потом страх. Супер! И дальше есть очень интересная вещь. Вы знаете, страх очень сильное чувство, и он в принципе имеет очень интересную психологическую природу. Знаете, что такое страх? Он не возникает только на каком-то одном месте, он иррационален. Страх всегда возникает в диапазоне между текущим моментом и будущим. Мы говорим, а что там такое? Ой, какой кошмар! И здесь есть очень важный такой принцип, что делать со страхом. Есть тоже прекрасная русская пословица, которая называется так, глаза боятся, а руки делают. Почему? Глаза могут видеть далеко, они могут взглянуть в будущее и ужаснуться. А руки нет, они на расстоянии от тел довольно недалеком. Если мы начинаем, несмотря на страх, каждый день делать понемножку, шажочки, сегодня немножко, завтра немножко. Вы знаете, в гонке есть очень интересный такой момент, вообще, конечно, страх очень понятная вещь, когда свой бизнес второй открывалась, про бизнес чуть-чуть, я совершил сумасшедший поступок. Я продала квартиру, машину, дачу, все, что можно продавать и вложила в первое кафе. И они прогорели. Нормально? Я взяла же ипотечный еще кредит валютный и с детьми переехала в квартиру с валютной ипотекой и все прогорело. Это был ужас ужасный. Ну, я прямо себе говорю, вон у тебя четверг сапи. Греби уже ласковей, быстрее. Что-то надо делать. И если бы я в этот момент думала, какой кошмар, я бы никогда не убегала. Я просто начала делать очень много маленьких дел. Я уговаривала додателей прожарить арендой, я ходила в банки, я просила деньги у знакомых, но я сделала столько количества дел, что в конце концов я выгребала. Это лягушка, которая взбивает в итоге молоко или кефир во что оно попало в масло и выпрыгивает. И это очень важный момент, потому что страх очень сильно парализует и нужно очень здорово понимать, что ты делаешь со страхом. Опять же, когда я занимаюсь спортом, вы знаете, я так иногда думаю, что айронменом занимаются знаете кто? люди, вот этот страх умеют трансформировать то же самое предпринимать ведь страх трансформируется и если бы его не было набрату, которую мы получаем, преодолев его, она бы не имела какой-то ценности. Все, кто занимается этим спортом сумасшедшим, гонки на выносливость, а потому что может быть даже их было. Самое главное не гонка и не финиши, не далека. Знаете, когда больше всего эмоций, есть такой момент, он называется ночь перед гонкой. Да, какой-нибудь о чем я, да? То есть приезжаешь на какой-нибудь малазийский остров, ты подъезжаешь к горе, ну ты же тренируешься там немножко и тебе кажется, что она как очаг папу Карла нарисован на стене, она такая ответственная там загибается и плюс 60 в нее надо въехать. Ну ты так первый раз не въезжаешь, ты идешь с велосипедом, потом ползешь с ним и плачешь. Потом ты один раз смогла въехать, ну ты не понимаешь, как это сделала, а завтра гонка. У тебя кроме горы еще плавание, гигантская трасса, таких гор много, а потом бежать плюс 60 тоже надо. И поэтому ты ложишься спать. А гонка начинается обычно в 5 утра, ну до рассвета, потому что она же очень долго идет и нужно до заката стартовать, финишировать. И ты говоришь, надо поспать, надо немножко поспать. И даже что-то такое, руки становятся теплыми, но он становится пульс 200, гора, я зато в нее не еду, не въеду в эту гору. И ты думаешь, так, тетя, тебе столько лет, у тебя взрослые дети, ты лежишь здесь на каком-то острове лангале между людоедами и думаешь, что ты завтра не въедешь в гору. Ты что себе придумала? Что тебе на даче не сиделось, розы бы выращивала, как все нормальные тетки? Нет, ты сюда приперлась. Ты видела этих людей, когда ты сходила с трапа, у них в глазах одна мысль, такая вкусная, невкусная. Ну ты здесь что делаешь? Здесь горы, обезьяны, здесь страшно, что ты сюда приперлась. И ты только говоришь, ладно, я завтра, если что, пойду пешком. И снова а вдруг я не смогу. И вот ты вот в этом лежишь ночь, и ты понимаешь, так, пора на старт, ты не поспал ни минуты, и вот с этим всем ты туда выходишь. И вот это, конечно, дикий страх, который ты преодолеваешь, и если бы его не было, не появилось бы очень важного чувства. В какое чувство трансформируется страх? Здравия? Нет, сильнее, чем радость. Здравия? Здравия? конечно. Страх трансформируется в кураж, в драйв, в азарт. Это очень важная вещь, потому что драйв, азарт и кураж это первая производная страха. Если мы прошли через страх, он трансформируется в невероятный кураж, в невероятный азарт. И это очень здорово, потому что дальше ты делаешь какие-то вещи, именно потому что ты сказала «Все, я это все равно сделаю», и ты начинаешь это делать. Но страх, конечно, очень сильный чувствует. Бывает страх второй. Вот мы про первый страх рассказали, их на самом деле три. Первый страх между настоящим и будущим, той самой горой. Есть страх между настоящим и прошлым. Я же оттуда ушел, там же было неплохо, но меня что-то не устраивало, но в целом же я жил не хуже других. Ну что, мне больше всех надо? Я опять буду спать по 4 часа, нервничать, мог бы как люди, иметь выходные, не трепать себе нервы, жить как все ночи, мне больше всех надо. И мы говорим, ну мы же там много чего потеряем, если не и мы начинаем бояться, потому что, чтобы двигаться вот туда, к смыслу и радости, нужно вот это все оставить здесь, это все с собой взять нельзя. Мы не можем это все взять с собой, и поэтому нам придется с этим расстаться. Поэтому что делали великие начальники? Когда они сжигали корабли, ты приплыл, корабли сжег, вот там поднеприятие вперед, да, или переправился через пропасть, обрубился гонатом, у тебя нет прошлого, у тебя есть только будущее вперед. Или умри, или выиграть, но с вами выигрывали. Это очень важный момент, потому что второй страх, это страх потери, страх того, что мы вышли из в общем-то относительно комфортного места, вот в эти дороги с потерями, вот уханье филина, без гарантий, и страх потерять очень большой. Но я хочу сказать, что есть третий страх. Мы его не ощущаем, так острый, как первые два. Мы там же иногда делаем вид, что его нет. Это страх, когда мы пройдемся через десять лет и скажем себе, ты что, кем-то мог стать? То, что ты достиг, это твои результаты, это все, что ты смог? Вот это настоящий страх. Когда ты понимаешь, а ты не сделал, вот тогда ты не сделал твой шаг. И ты не вернешься в эти десять лет назад. И вот когда мы помним про этот третий страх, про то, что когда-нибудь мы проснемся и скажем, это что, все? Он очень большой. И он очень важный, и важно про него помнить. Потому что его размер больше, чем эти два, просто он очень отсроченный. И если мы об этом знаем, это дает нам силу двигаться и трансформировать наш страх в кураж. Хорошо. Нам страшно. Мы начали действовать. Мы начали через этот страх. У нас появился азарт, и мы прекрасно помним в метафоре с борщом, что первые наши действия будут какие? Конечно, не будут сразу, о, все, получилось, класс, сказка закончилась, таких сказок не бывает. Вспомнил сказки, не бывает. Герой делает всякую фигню, он дотрагивается до уздечки, хотя нельзя, птицу руками трогает, он прекрасно влюбляется и пытается ее увезти, хотя вообще она не нужна была. Он не то делает. Одиссей поехал сразу к родной этапу. Нет, он поплыл куда-то еще на кораблях, встречает коллипс, между сценой и хорик, да и сирены. Тебе что вот так сразу не ехалось? Там жена тебя ждет. Нет, начинаются какие-то ответвления. очень интересные ответвления. То есть мы начинаем делать ошибки, мы что-то делаем и мы неуспешны. Но здесь очень важно. Вы знаете, первый вывод, который я сделала, занимаясь одаренными детьми сначала. Потому что не было понятия взрослой одаренности в России, даже понятия детской одаренности не было. когда я возглавила проект «Одаренные дети России», первое, что я делала, я формировала понятие детской одаренности. Его не было. И не было понятия педагогики одаренности. Это все приходилось собирать, изучать. И когда я смотрела на деток, потенциал которых я оценивала высоко с точки зрения перспективы, я понимала вся разница только в одном. Я до сих пор, когда я веду тренинг «Вырастить гения», у меня есть такой тренинг авторский, я всегда говорю «Послушайте, читать, писать, считать, ваш ребенок научится как-нибудь». Не переживайте, он в этом мире кто-нибудь его научит. Но есть одна вещь, которому нужно учить ребенка с самого маленького возраста. И только если вы его вырастили, уча с такого возраста этому качеству, вы с очень большой вероятностью вырастите гения. И это качество, знаете, как называется? Умение справляться с неудачей. Тот, кто знает, что делать с неуспехом, он вообще непобедим. Почему? Да он будет делать все, что угодно, и получив неуспех, он будет ничего с ним делать. И он будет дальше. Он умеет утилизировать. И это хорошо звучит, но это невероятно сложно. Я тоже хочу привести несколько примеров. Пример первый. Я когда привела свою старшую дочку на фигурное катание, ей было 2 года 10 месяцев, примерно в 3 года деток приводит в этот вид спорта. Мне хотелось, чтобы мои детки все занимались спортом, потому что это такая очень хорошая модель, где ты проходишь быстренько все этапы, и ты научаешься там очень многим моментом. Я привела ее в фигурное катание, и я увидела, как гениально ведет себя тренер, очень талантливый тренер, и видимо она вела просто себя интуитивно так, очень талантливо. Что она делала? Человек 30-40 детей, им 3 годика, они еще недавно плохо на ногах стояли, им в раздевалке надели коньки, они на коньках на льду, ноги разъезжаются, дети падают, размазывают сопли по льду, мама забери меня обратно, им страшно сложно все понять. Выходит тренер, и дает, что весь этот бортик, для детей этот бортик как канадская граница, я вас там ясно и уходят. Дети очень четко делятся на ногу, первая по маму забери меня, мама забирает и не уходят. Вторая группа посмекались и понимают, четкой инструкции давно не было, и они по побортику, туда перепираются. Есть еще одна группа, они вообще как побортик, они уже упали, у меня чувствовали, недавно было так хорошо, и они туда доползают. Из этих 30-40 всегда есть 3-4 ребенка, которые делают несколько шалов, они падают, и они плачут, все сколько размазан, сюда они снова делают несколько шалов, и они добираются туда как ногу, на своих двоих. Что делает талантливый тренер, он говорит, вот эти четверо со мной, все остальные хотите ходить, ходить, идти в художественную гимнастику, ходить, идти в красками рисовать. Все. Почему дети будут падать? Они будут падать на тренировках, они будут падать на выступлениях, и тот, кто знает, как встать, и гадать дальше, как свое первое выступление в жизни, он будет на выступление в жизни. Это очень важный момент, и мы все, и как сами, воспитывающие себя, и как воспитывающие наших детей, если мы знаем, что делать с неуспехом, это очень круто. Я вообще считаю, что да здравствуйте неуспехом имеет избранных, только неуспех является точным показателем того, что психологически и жили, и что вы идете вперед. Потому что если вы не попадаете в ситуацию неуспеха, вы не развиваетесь. Это важно, но это очень сложно. Знаете, в прошедшем году, в 17-м году, я сама пережила, попробую свои переживания рассказать на эту тему, уже не взрослого человека, не ребенка. Знаете, когда смотришь на маленьких, вот я прямо четко понимала, вот даешь задачку, очень повышенные сложности деток, мы маленькие. И одни детки говорят сразу, ой, мы это не проходили. И не парятся. Другие говорят, ой, вы там расскажите, как решать подобное, мы подобное порешили в том образцу. Эти детки, которые ведут задачку, они понимают уровень сложности, они понимают, что вероятность решения крайне не сам, мы попробуем эту задачку отнимать. Они надо плачут, и сами ее кидают, но они приходят, хоть я хочу еще раз попробовать. Из них будет толк. Это важно. Так вот, про меня. в том году, вы знаете, со мной случилась следующая история. Когда я начала заниматься триатурой, прошла уже первая гонка. И у меня уже появилась такая верень, что раз я могу ее пройти, два появился страшный азарт, а я теперь хочу здесь быть первой, хотя первый раз я была вторая с конца, я за 14,5 часов финишировала, была жутко счастлива, мы быстренько поняли, что теперь мне хотелось здесь все-таки быть одной из лучших. Так вот, я тогда узнала, что есть гонки сложнее, чем гонки РМФ. На тот момент их было три. И они тоже по категориям делились. Это гонки категории экстрим, а экстрим это значит твоя жизнь точно там угрожает опасность. Точно. И самая сложная из этих трех гонок называлась Лисман. Она проходит Швейцария. В 2 часа ночи тебя на кораблике отвозят, бросают в озеро, подостекают воды, дал их льдов в сальпе и ты в 6 километрах плывешь на слабом мягающий маленьк. Потом когда ты вылез, у тебя начинается велосипед, велосипед это 5,5 тысяч метров набора высоты, три альпийских тяжелейших перевала, очень большой кредиент, часто это древняя брусчатка и нужно понимать, что там наверху 20-метровый снег и там минус и брусчатка объединила. То есть если ты даже провернул у тебя нет наката, брусчатка объединила и внизу в реальпах там часто жара, а наверху там минус и очень эти перепады температур сложные, даже ты вверх ехал, ты разголеченный, ты в мае, если ты не оделся хотя бы несколько метров по спуску, холод настолько сильный, что люди часто вылетают с обрезов именно потому, что холод перализует и не дает возможности нормально управлять велосипедом, который так плохо управляет на очень скользкой крутой дороге. Ну и после этого ты бежишь 33 километра с набором высоты 1300 метров по камням, по водопадам и добегаешь до точки, где начинается последний этап, это еще 9 километров восхождение еще на 40 тысячи метров на крайне сайта на очень красивую гору, где на другом тоже часто лежит снег. Этим восхождением заканчивается горка. Он экстремальный, каждый год отбирает 120-140 спортсменов из своего мира самым сильным, которые научают право не участвовать, но люди часто там погибают и он требует очень высокой подготовки. И я, когда узнала про это, я решила. Вот это точно придумали специальные у меня. Потому что я ненавижу холод, я боюсь гор, я все это не умею, поэтому если я это смогу, это вообще будет очень круто. Я подала заявку на эту гору, мне естественно отказали. Я тренировалась, показывала результаты, через год снова подала заявку, мне снова показали, мои результаты были слишком слабые до этого возраста. Я третьего отдала заявку и мне отобрали. Постоянно. Но вы, пусть вам письмо примерно такого содержать на местах. Вы, конечно, очень ярко окрашенная птица из России. Вам, тетка, гадочков-то много, результаты у вас плохие. Но мы вас отобрали, потому что вы такая настырная, но, пожалуйста, готовьтесь здесь высокой женской смертности. Нормальное такое письмо. На вас участвовало 15 женщин, 3 погибло. Я стала готовиться. Я готовилась, ну, сказать, чтобы мне было страшно не сказать ничего, это я очень упорная, я очень готовилась, очень. Я во французских хайпах и швейцарских много тренировалась, и в холодной воде обливалась, и вот очень много приняла по своей отношению с холодом. По-прежнему не люблю, но понимаю, что это психология чисто. И, в общем, вы знаете, когда подошло время годки, я была в состоянии 50 на 50. Я понимала, что мой уровень готовности примерно в 50% случаев позволяет мне финишировать. там еще есть очень четкие временные отсечки, если ты на какой-нибудь самокатар не заехал в полудню, тебя сняли. Ну, кому это нужно? Там есть очень четкие отсечки на трассе, в которой, если ты в определенное время оказываешься, дисквал, тебя снимают изгонки. Поэтому нужно было не просто финишировать, но еще уложиться в эти лимиты. Я понимала, что ну, может быть, в 40% случаев вероятность не финиша, не финишировать. 60, наверное, но очень больше 50%. Я все-таки, наверное, смогу уложиться в лимиты и финишировать. Вообще было две задачи уложиться в лимиты и выжить, по сути. Ну, да, двое младшеньких, которые к этому спорту имеют отношение, у меня прочухали и очень нервничали детей. Они же видят меня как точку, которая перемещается на экране, потому что я иду с GPS-навигатором и как точка я на экране каждые две минуты отображаюсь. Они понимают, что риски очень высоки. Я понимала, что очень большой, ну, есть некий риск погибнуть, и есть очень большой риск не финишировать. И тогда я посмотрела на эту ситуацию как психолог, которая занимается вопросами в сочетании достижения. Я подумала, если я финиширую, это будет нереальное счастье. Настолько нереально, я столько к этому шла, я так к этому хочу, я на этой голове гуляйный шайбук, вот просто то, что я там испытаю, это нереальное счастье. Но если я не финиширую, для тебя красавица, как ты так, кто всю жизнь исследует вопрос высоких достижений, это будет на новом луче. Ты с этим неуспехом что-то должна делать. Тебе нужно будет как-то его утилизировать. Это будет очень круто. И ты узнаешь очень многое. И ты сможешь потом научить этому других. И когда я для себя поняла, что да, вариант не финиша, вариант не успеха. Это очень эмоционально тяжелый вариант. Но с точки зрения полезности, это почти как пророщенные семена челя. То есть это очень-очень круто, потому что мне тогда нужно будет что-то делать этим неуспехом. но в итоге я финишировала, должна быть, может быть, немножко еще подразказывать. Да, я стала первой девушкой в России, когда я финишировала на этой порции, 15-й год в мире. Ну, это вообще плохо было. И там были такие моменты, конечно, ааа, господава, очень круто, очень большое. спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я-то думала, что я финишировала на самой сложной в мире гонке. В декабре оказалось, что это не так. Они придумали четвертую, еще более сложную, чем Свисман. Свисман теперь в детский сад. Называется Патагонман. Едешь в Патагонию и плывешь через Магелланов пролив между айсбергами. В воде 8 градусов, и потом вот эти все дела, Патагонские анды, бег с пумами, я, конечно, подала заявку. Они очень долго думали, отобрали по миру 300 сильнейших спортсменов. Среди них одну женщину. Как ее зовут? Ааа! Так что 9 декабря этого года меня ждет Магелланов парович. Вы знаете, я холод очень не люблю. Я не могу вам описать, насколько я теплолюбиваю существо. Вот. Я пришла к шестикратному чемпиону мира по плаванию в открытой воде, который дважды переплывал на Манше, сказала, Женя, расскажи мне, как плавать в 8 градусной воде. Говорит, я не знаю. Я говорю, кто не знает? Никто не знает. Там никто никогда не плавал. В общем, буду как-то там плыть полтора часа, вообще, 4 километра, это долго. Можно очень сильно заметно. В общем, конечно, боемка очень интересная, просто это очень сильный вызов. И, видимо, в Чили они считают, что Москва такое место, где всегда снег, живут медведи, там тетки выносливые, холодоустойчивые, поэтому им там ближе.